Поучаствовать, зафиксируем все в цифровом формате, лишнего ничего. Всем еще раз привет. Привет, Мам, привет. Я на самом деле по дороге сюда уже начал думать, так что я скажу. Потому что я очень люблю говорить перед публикой. Да, я такой очень, это да. Да, да, это самое любимое занятие, да. Ой, с чего все началось? Я где-то лет до 18 вообще не пел. Не пел, не курил, вообще ничем таким не занимался. Серьезно, я начал пить, вот я четко помню, только в 24 я первый раз снял квартиру сам. В первый вечер мне было скучно, заняться нечем, телевизора еще нету, вообще ничего нету. Пошел в магазинчик по домам, купил две бутылки Аполлоня. На следующий день четыре бутылки, на следующий день пять бутылок. Ну и как-то вот отсюда все это пошло. Где-то первый год я пил только пиво. Ну так постепенно, покрепче, покрепче. Пять, семь, девять, десять, двенадцать процентов алкоголя. Потом как-то подумал, зачем я пью пять-шесть банок пива, если можно перейти на водку. Это ж ну, да, ну и проще, и дешевле, это же, ну, почему не это. И там уже началась проблема. То есть так, первый год я еще мог несколько дней пить, несколько дней не пить. А там я уже, конечно, начал пить каждый день. То есть, ну опять, я себя ограничивал. То есть я четко покупал бутылку водки, она мне хватала на три дня. То есть я себе ограничивал. Ну а потом еще где-то через год, четко помню, я купил квартиру, переехал. И как-то, я не знаю из-за чего, как-то начал пить больше и больше. То есть полбутылки водки, две банки пива в день. Вот это была норма. То есть как-то вот где-то, я не знаю, сколько месяцев я так пил. А тут смотрю, и этого уже не хватает. Как-то я выпиваю полбутылки водки в день и не получаю удовольствия. Мне становится все хуже и хуже, из-за этого мне хочется пить больше и больше. Проблема? Проблема? Да, это после работы. Да, это после работы, да. Я всегда пил, ложился спать, шесть часов сна, стою на следующее утро в отличном состоянии. Ну, это так, где-то первые года два. А потом я начал еще больше. Там я уже, там иногда выходные два раза в день. Там шаббат, я там любил просыпаться в восемь часов, чтобы выпить, лезть спать и еще раз выпить. Нет, это, конечно, ужасно, да, я понимаю. Сейчас я понимаю, что это ужасно. Потом я пришел, выпивший на работу первый раз. Потом второй раз пришел, выпивший на работу. Там меня уже выгнали. Там я понял, что у меня проблема, потому что, ну, я пытался уже как-то, я еще не понимал, что я алкоголик. Я как бы пытался не бросить пить, а пить меньше. Я начал пытаться и вижу, что у меня это не выходит. То есть я максимум один вечер могу не пить, но на следующий день мне надо выпить в два раза больше, потому что я не могу остановиться. Вот, действительно, не могу остановиться. Это страшно. Ну, я как-то пил больше и больше. Начал там приходить уже к знакомым, на работу, к семье уже выпивший. Там мне уже все делали замечания. И меня притащили сюда. Притащили. Ну и все. Опять первое время я как бы еще не хотел. Я еще не понимал, насколько серьезна у меня проблема. Потом где-то месяц я еще ходил и пил. А потом мне как-то стало стыдно, потому что я прихожу каждую неделю и говорю, Богдан, алкоголик, пил вчера. Стыдно? Как это? Тут люди неделю, две недели, месяц, а я стою на месте. Ну и как-то по чуть-чуть, я не знаю. Сначала начал уменьшать дозы. То есть там пил чуть-чуть утром, чуть-чуть в обед, но как-то не знаю. И как-то не знаю даже благодаря программе, группе, вам, я не знаю, близким. Не знаю, может быть, Богу, я не знаю. Уже год трезвый. Целый год. Вот это. То есть у меня в планах, я думал один месяц бросить пить, а после этого месяца вернуться там два-три раза в неделю пить. То есть вот как Дима говорил, я пришел, чтобы меня научили пить. То есть не каждый день, а два раза в неделю в шлящи и хомящи. Да. А тут я понимаю, что это не работает так. А еще одна маленькая вещь. Я когда не пью, я вроде такой тихий, спокойный, добрый, пытаюсь там чуть-чуть. А когда я пью, мне как-то сказали, что когда я пью, во мне просыпается дьявол. Не знаю. Дверь или же? Нет, как-то вот я спокоен, но у меня начинают какие-то в голове плохие мысли. Если я что-то хочу, то я это сделаю. Не важно, какие будут последствия. И это очень плохо. То есть это очень-очень плохо. Ну и все. Очень благодарен всем, очень благодарен группе. Топа мне очень помогла. Год трезвый. Все, буду дальше ходить. Буду приходить. Топа мне. Топа. Друзья. Топа.